МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Военным советом приграничных округов в течение 22-23 июня 41-го года возможно внезапное нападение немцев в приграничных округах. Нападение может начаться с провокационных действий. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокации, могущие вызвать крупные осложнения". Директива номер один генерального штаба была отправлена в войска в 0 часов 30 минут 22 июня. Но до большинства частей она так и не дошла. Накануне немецкие диверсанты вывели из строя более половины всех линий связи. В Москве не могли даже предположить, что связь с войсками на западной границе уже потеряна. В первой половине ночи на участке 11-й заставы 86-го августовского погранотряда было замечено два человека, переходивших границу. Услышав оклик «Стой, кто идет», нарушители бросились на пограничников, но те успели открыть огонь. Тут же со стороны границы раздалась ответная очередь. Во втором часу ночи на участке между 6-й и 7-й заставой на нашу территорию вторглась группа около 15 человек. Фашисты с боем были огрушены обратно за линию границы. Немецкие разведывательные диверсионные группы начали массовый переход государственной границы Союза СССР с целью захвата железнодорожных и шоссейных мостов, предотвращения их взрыва и сохранения для наступления соединений частей группы армии «Центр». В 2 часа 30 минут на участке 6-й заставы пытались проникнуть через границу уже 18 немецких солдат. В коротком бою один немецкий солдат был убит, один ранен, остальные отступили. От пленного немца стало известно, в 3 часа 30 минут Германия нападет на Советский Союз. Командующий по гранвойсками отдал срочный приказ поднять заставу по тревоге, занять оборонительное сооружение и усилить охрану границы. К 2 часам ночи все заставы на западной границе были подняты в ружье. Руководители наркомата обороны в эту ночь не спали. Жуков и Тимошенко остались на рабочих местах, срочно вызвали на службу и сотрудников Генштаба. Докладывать Сталину не спешили. Информация из западных округов была неполной. Бессонной была эта ночь и для высшего командования Третьего Рейха. Для Гитлера день 22 июня имел мистическое значение. Именно в этот день Наполеон в 1812 форсировал Неман и начал свой восточный поход. А 22 июня 40-го Гитлер принял капитуляцию Франции. Из дневника Рейх с министра пропаганды Бебельса. Нападение на Россию начнется в 3.30 ночи. Фюрер предпринимает небольшую прогулку на автомобиле, выглядит совершенно переутомленным. Он подготовил обращение к народу. Линия наступления протяженностью в 3000 километров. 160 укомплектованных дивизий. Самое крупное во всем мире сосредоточение войск. По мере того, как приближается час решения, фюрер все более освобождается от давившего на него страшного бремени. Кажется, что с него спадает вся усталость. В точном соответствии с планом «Барбаросса», еще до начала артобстрела, немецкие бомбардировщики пересекли границу на высоте 6000 метров с приглушенными двигателями. Их цели находились в глубине советской территории. Первые фашистские бомбы упали на нашу землю в 3 часа 15 минут. Одновременно на всех участках границы начался массированный артобстрел советских позиций. Самые же первые минуты, я помню, раздался один взрыв, потом другой, потом третий, и потом все это образовалось в такой сильный, как рев. В 3 часа 30 минут плотный артиллерийский огонь ввелся на всем протяжении границы. Бомбы падали на крупные города – Житомир, Киев, Севастополь, Гродно. Накануне вторжения авиаразведка немцев подготовила подробные карты стратегических объектов. Точными ударами бомбили узлы связи, жизнедорожные станции, аэродромы, штабы и воинские части. В южном городке Бреста располагалась 22-я танковая дивизия. Около половины танков 4-й армии – основная ударная сила. В 3.30 немецкая артиллерия нанесла массированный удар. Тут же подключились бомбардировщики. Смотрим, фашистский самолет летит прямо с гул на штаб армии. Первую бомбу бросил, вторую. Вторая бомба разорвалась. Разрывной волной убила начальника санитарной части. Меня контузило, я упал в водосточную канаву. В считанные минуты была уничтожена практически вся техника. Под развалином погибла большая часть личного состава, семьи военнослужащих. Из 12 тысяч бойцов в строю осталось около 4 тысяч. Связь с центром была нарушена, о катастрофе 22-й танковой дивизии не знали ни в штабе армии в Кобрине, ни в Москве. С началом боевых действий на генеральный штаб обрушился шквал звонков. Докладывали командующие западных округов. 3 часа 30 минут. Начальник штаба западного округа генерал-майор Климовских сообщил о налете бывтвафа на города Белоруссии. 3 часа 33 минуты. Звонок из Киевского округа. Немцы бомбят Львов, Киев, Житомир. 3 часа 40 минут. Из Прибалтийского округа. Горят Каунас, Липава, Таллин. Из воспоминаний Георгия Жукова. Нарком приказал мне звонить Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Звоню непрерывно. Минуты через три к аппарату подошел Сталин. Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. Сталин молчит. Слышу лишь его тяжелое дыхание. Вы меня поняли? Опять молчание. Будут ли указания, настаиваю я. Наконец, как уточнувшись, Сталин спросил. Где нарком? Говорит по ВЧ с Киевским округом. Поезжайте с Тимошенко в Кремль. Заседание Политбюро началось в 4.30 утра и продолжалось более трех часов. По свидетельству Жукова, Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руке так и не набитую табаком трубку. Жуков и Тимошенко доложили обстановку. Из воспоминаний Георгия Жукова. Сталин неожиданно спросил, не провокация ли это немецких генералов. Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, какая это провокация, ответил Тимошенко. Если нужно организовать провокацию, то немецкие генералы бомбят и свои города, сказал Сталин и подумав немного продолжал. Гитлер наверняка не знает об этом. Надо срочно позвонить германское посольство. На звонок из Кремля в посольстве ответили, что сам посол Шуленбург просит принять его для срочного сообщения. Молотов вышел, чтобы встретить немецкого посла в своем кабинете. Ровно в 5.30 по берлинскому времени рейхсминистр Геббельс зачитал в специальной передаче Великогерманского радио обращение Гитлера к немецкому народу. В это же время солдатам Восточного фронта передали обращение фюрера. Немецкие солдаты, вы вступаете теперь в жестокую борьбу и на вас лежит тяжелая ответственность, ибо судьба Европы, будущее Германского рейха, нашего народа отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог. 204-я механизированная дивизия располагалась в районе Волковыска. К началу войны была укомплектована автотехникой всего на 15%. В 5 утра личный состав был поднят по боевой тревоге. Около 2 тысяч красноармейцев из 12 тысяч не получили оружия. Батальон связи корпуса, из положенных 19 раций, имел одно. Топографических карт районов боевых действий не было вовсе. По приказу штаба армии дивизия должна была в срочном порядке выдвинуться в район южнее Гродно. Но из-за отсутствия транспорта мотострелковые полки передвигались пешком. Командир дивизии приказал конфисковать все машины на улицах города. В том числе служебный автомобиль секретаря райкома партии, который уже был загружен личными вещами и готов к эвакуации. В район боев дивизия вышла с большим опозданием. Подобная ситуация была на многих участках Западного фронта. Командующему ВВС генерал-майору Ивану Копицу директива Наркома обороны о возможном нападении Германии стала известна еще в 0 часов 30 минут. Перед генералом ставилась задача до рассвета рассредоточить всю авиацию и тщательно ее замаскировать. Рассредоточить ночью. Копиц знал, что из 900 самолетов ночью у него могли летать только 242 экипажа. 224 самолета неисправны, у остальных экипажа нет вообще. Копиц Иван Иванович родился 19 сентября 1908 года в Царском селе в Красной Армии с 1927-го. В 1929-м закончил Качинскую военную авиационную школу летчиков. Участник гражданской войны в Испании, герой Советского Союза. За три с половиной года прошел шесть воинских ступеней от командира звена до командующего ВВС Западного особого военного округа. Сотни советских самолетов были уничтожены в первые часы войны на земле. Они не успели подняться в небо. Фанерные фюзеляжи вспыхивали, как спички. Один, уже потом, через некоторое время, короткое, конечно, на прежде чем полете, над ними пролетел, посыпал какого-то вещества, и все эти самолеты восхламенились. Начали гореть. Но некоторые летчики все же поднимали свои машины и сражались отчаянно. Позже подсчитали, что в первый день войны советские пилоты совершили 19 таранов. Восемь из них над Белоруссией. В утреннем небе над Брестом ступил в неравный бой с врагом лейтенант Петр Рябцев. На глазах у жителей города и защитников крепости он таранным ударом уничтожил истребитель противника. Видно было, когда один немецкий самолет задымил, этот бомбардировщик, начал его кидать, и черный дым пошел. После, через некоторое время, второй задымил. Ну и вот эти наши, трое этот нарушился, и они повернули, и все пошли в сторону границы. За ними погнались и наши эти истребители. В Кремле продолжалось заседание Политбюро. Ожидали Молотова, который в этот момент принимал германского посла. Жуков и Тимошенко доложили Сталину о ситуации на границе и предложили ему отдать приказ немедленно организовать ответные действия и нанести контрудары по противнику. В ответ Сталин произнес «Подождем возвращение Молотова». Немецкое командование планировало уничтожить пограничные заставы в течение 30 минут, выделив для этого специальной ударной группой и отряд. Но и через три часа после начала войны пограничные заставы отчаянно сопротивлялись. Не только в Брестской крепости. Пограничные заставы сражались от двух до нескольких десятков часов, а на некоторых второстепенных направлениях даже более суток. Так, к примеру, 10-я пограничная застава Брестского пограничного отряда под командой лейтенанта Ишкова сражалась до исхода 23 июня 41-го года. Все пограничники на заставе погибли. Примерно в 6 часов 30 минут в кабинете Молотова посол Шуленбург заявил наркому иностранных дел СССР, что ему поручено передать советскому правительству ноту следующего содержания. Ввиду нетерпимой доли угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. Письменный текст ноты, подписанный Риббентропом, содержал перечисление множества якобы допущенных Советским Союзом нарушений договора о ненападении. Молотов не сразу понял, о чем идет речь, и спросил, а что означает эта нота? Шуленбург ответил, это война. Из воспоминаний Георгия Жукова. Вернувшись в кабинет Сталина, Молотов принес всем дурную весть. Германское правительство объявило нам войну. Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. Все остальные также молчали. Наступила долгая и тягостная пауза. Тишину нарушил сам Жуков. Он предложил немедленно обрушиться на противника всеми имеющимися в приграничных округах силами. Выслушав предложение, Сталин распорядился подготовить вторую директиву войскам. По всем направлениям, всеми силами дать мощный отпор противнику, отбросив агрессора за пределы советских рубежей. В 7 часов 15 минут Тимошенко, Жуков и Маленков подписали директиву номер 2. Однако в войска она поступила лишь после 9 часов утра. К этому моменту вражеские силы уже прорвали оборону советских войск на основных направлениях. В связи с неслыханным по наглости нападением Германии на Советский Союз приказываю. Первое. Войскам всеми средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. До особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. Второе. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника. Командующий генерал Копец понимал, что нужно менять тактику. Бомбить не аэродромы противника, а колонны наступающих войск. Но связи с командирами дивизии у него не было. Он поднял воздух и 16 и лично облетел аэродромы. Советские самолеты горели на земле. Генерал вернулся в свой кабинет, поставил на стол фотографию жены и дочери и застрелился. Ему было неполных 33 года. Дополудня страна еще не знала о начавшейся войне. Из Москвы по радио транслировали музыку. В 11.55 прозвучал голос диктора, который многократно повторил, что сейчас будет передано заявление советского правительства. Без объявления войны германские войска напали нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Члены Политбюро предлагали выступить с обращением к народу самому Сталину, но тот отказался. Заявление зачитал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Голос у него был такой, ну как вам сказать, вроде бы надломанный такой, да, тревожный, не то что спокойно там был. И вот он объявляет, что значит враг вероломно напал. Воскресенье 22 июня в Минске была прекрасная солнечная погода. На этот день было намечено открытие искусственного комсомольского озера. Заполнять его водами с Висличи начали еще 18 июня. В праздники принимали участие шесть оркестров, по озеру плавали 40 лодок, проводились спортивные соревнования. Многие жители были на открытии этого озера, а остальные, ну, просто отдыхали. В воскресенье же. А уже первый же день войны, это был уже на границе, там военные действия. До Минска еще было далеко. Еще одним крупным событием этого дня в Минске обещал стать долгожданным спектаклем хата «Школа злословия». Время от времени по радио раздавались предупреждения. Граждане, воздушная тревога. Городу приближаются вражеские бомбардировщики. Но эти призывы не воспринимались всерьез. К этому моменту на западе страны уже 9 часов шли ожесточенные бои. Немецкие самолеты бомбили аэродромы, солдаты вермахта входили в города и села, убивая и захватывая в плен тысячи красноармейцев. Гарнизон Брестской крепости сражался в окружении и не собирался сдавать позиции врагу. В Бресте, кроме крепости, был еще один очаг сопротивления, о котором долгие годы после войны было известно мало. Это железнодорожный вокзал. Там ночью в воскресенье собралось несколько десятков красноармейцев-отпускников, которые ждали утреннего московского поезда. С первыми разрывами снарядов начальник отдела милиции вокзала вскрыл оружейную комнату и раздал оружие бойцам. Для 45-й дивизии вермахта, которая должна была стремительно занять Брест, ожесточенная оборона обычного вокзала оказалась полной неожиданностью. Об этом в своих воспоминаниях написал командир диверсионной группы от Тоскорцени. В районе Брестского вокзала войска противника сосредоточились в глубоких вокзальных подвалах и отказывались сдаваться. Пришлось затопить подвалы, так как все другие попытки взять вокзал оказались неудачными. Ни артобстрел, ни попытки затопить подвалы успеха врагу не принесли. Защитники вокзала смогли продержаться в неприспособленном к обороне здании более восьми дней. К двум часам 28-я пехотная немецкая дивизия переправилась через Неман в районе деревень Шабаны, Градича и Гожа и стала обходить Гродно с севера. К этому времени стало понятно, что совершенно неожиданно для советского руководства главный удар войска вермахта нанесли в центре. От Бреста и Гродно, сжимая клещи у Минска, они планировали через Смоленск двигаться на Москву. К 14-й часам ударные части немцев прорвали позиции советских частей прикрытия и вырвались на оперативный простор. Моторизованная армада вермахта покатилась на восток. Уже в первый день войны жители западных районов Беларуси увидели захватчиков на улицах своих деревень. Первый день войны согнали всю деревню на улице и на виселице две виселицы повесили одного, повесили второго. Ну и тут же сказали, как им сказать, тут не столько были виновны эти мужики, которые шли по дороге, а просто немцы хотели показать, что вот как они наводят современный немецкий порядок. В начале третьего Сталин снова вызвал к себе Тимошенко, Ватутина и Жукова. Но у них не было полной достоверной информации о том, что происходило на Западном фронте. Ясно было одно. Директиву номер два отбросить противника к границе нашим войскам выполнить не удается. Я говорю, какой отход от связи, какая там может быть связь. И когда я хотел снимать связь, уже никого не было покинуто. Была связь. Отходили мелкими группами. Танки прошли Кобарин по шоссейной дороге. И мы лесными тропами начали пробираться за линией фронтов. Результатом совещания в Генштабе стала отредактированная лично Сталином директива номер три с требованием о переходе советских войск в контрнаступление. В 21 час 15 минут наркома обороны Тимошенко утвердила на правил ее для исполнения командованию Западных фронтов. Приказывалось нанести мощные концентрические удары и мощные контрудары во фланг и тыл противника, а к исходу 24 июня уничтожить главные группировки врага. На этот раз в директиве отмечалось, что войскам разрешается переходить границу и вести действие, не считаясь с границей. Когда в частях и в Западном фронте и особенно на местах получили директиву номер три туда, куда она дошла, это вызвало у командиров шок и непонимание того, что происходит. Потому что директива требовала разгромить противника, выбросить его за пределы. А фактически сил уже для этого не было. Потому что, допустим, 4-й армии в 14-м механизированном корпусе уже было уничтожено больше половины танков. Такая же ситуация была примерно и подгородная. Еще худшая ситуация была с авиацией. То есть, наносить этот контрудар и выбивать противника за пределы территории было просто уже ничем. Из воспоминаний Георгия Жукова. Ставя задачи на контрнаступление, ставка главного командования не знала реальной обстановки, сложившейся к исходу 22 июня. Не знала реальной обстановки и командования фронтов. В своем решении главное командование исходило не из анализа реальной обстановки, а из интуиции и стремления к активности без учета возможностей войск, чего ни в коем случае нельзя делать в ответственные моменты вооруженной борьбы. С наступлением темноты немцы приостановили боевые действия. Командование вермахта отметило, что план первого дня войны был выполнен. А на некоторых участках войска продвинулись даже дальше, чем планировалось. Так, третья танковая группа под командованием генерала Гота за этот день продвинулась вглубь советской территории не на 40 километров, как планировалось, а на 70. Но немцам удалось не все. Продолжали сражаться бойцы Брестской крепости и железнодорожного вокзала, шли первые танковые бои в районе Жабинки и Лиды, героически сражались пограничные заставы. 22 июня еще не была объявлена всеобщая мобилизация, но тысячи мужчин по всей стране сами, не дожидаясь повесток, направились в военкоматы. Все они были далеки от политических игр вождей, но знали, пришло время защищать Родину. КОНЕЦ КОНЕЦ